Доброго здоровья вам всем, друзья! Старым и новым, кто к нам пришёл. Друзья, на сегодня новости у нас, как обычно, начало месяца, проблем моря, впереди холодная дождливая осень и, возможно, ранние морозы. Ребята, мы бьёмся изо всех сил. Едва выгадываем малейшую, малейшую просто минуту, ребята, сами бежим на поле, косим сено, сами его заготавливаем. Это то, что в наших силах. А вот заготовить самим корм, ребята, у нас не получается. Ребята, я прошу вас, корма осталось дней на 5-6. Холода, и собаки начинают есть чуть больше. У нас постоянно идёт перерасход корма, потому что, ребята, у нас не питомник, у нас приют. Друзья, и именно поэтому положение у нас намного сложнее и труднее. И только благодаря вашей помощи мы выживаем. Если кто-то очень слабый или начинает худеть, мы отсаживаем. А это означает сразу, что или собаку гнобят, или не хватает корма. Ребята, это внутренние дела приюта. Мы боремся с этим как можем и следим за этим. Именно поэтому животные у нас ухоженные. Но, ребята, я прошу вас, корм опять на грани. Кричать о том, что нет корма в последний день, сами понимаете, это значит обречь собак на 2-3 дня голода. Поэтому, ребята, выпускаем новый ролик сейчас с обращением ко всем вам. Мои хорошие, корм — это самое главное. Голод — это самое страшное. Друзья, дорогие, я обращаюсь к вам. Мы опять протягиваем к вам лапы в надежде на вашу помощь. Пожалуйста, отзовитесь. Да не скудеет рука дающего. И не будет лохматая душа голодать. Ведь у нее так много друзей. Вы с нами, мои хорошие. Вы нам поможете. Потому что мы надеемся только на вас. На вас, мои друзья. На вас, мои хорошие. Спасибо вам. И благослови Бог вас и вашей семьи. Спасибо за то, что помогаете жить приюту. Вы наша жизнь, ребята. И это невысокие слова. Это правда. И я благодарю вас за это. Благодарю за то, что столько лет вы с нами рядом. Благодарю тех, кто пришел только сегодня. Друзья, дорогие мои. Помимо того, что нет корма. Я покажу вам тех, кого мы с вами в этом месяце спасаем. Это кошечки. Асунта без лапки. Гомер, наш рыженький, слепой. У него тяжелое заболевание. Неизлечимое. Иммунодефицит. Но он муркочит. Он такой ласковый, добрый. У него, к сожалению, положительный иммунодефицит. Это Эсми, кошечка. Котеночек. У которой вся мордочка была распухшая так, что не было понятно, где носик, где чего. Сейчас ребенок идет на поправку. Это мама Ами, которую мы взяли с двумя котятами, чтобы помочь нашим котятам. А в результате пришлось помогать самой маме. Потому что у нее была страшная глистная инвазия. Почти на грани. Девочку еле-еле успели спасти. Благодаря вам, ребята. Вот они перед вами. Таша. Которой лапку прооперировали. Но она у нее мертвая. Не знаем, сможет ли кошечка на нее операться. Или все-таки придется оперировать второй раз. Ребят. Татошка. Который сегодня. Благодаря вам, слышите? Благодаря вам, мои хорошие. Он встал на лапы. И стоит, качается. И даже начал сам кушать. Ребята, желтизна ушла. Мы смогли вытащить этого ребенка. И все это, ребята, благодаря вашей помощи. Вашей поддержке. Благодаря тому, что вы рядом с нами. Я не одна, ребята. Мы это делаем сообща. Если кто-то говорит нам спасибо Вале. Ребята, нет. Пишите, пожалуйста. Друзья, спасибо нам. Нам всем. Потому что лохматая душа – это мы все. Это не Валя Силич, ребята. Это мы. Слышите? Ребят, ну это же правда. Мы. Мы все. Мы лохматая душа. Спасибо. Спасибо, мои родные. Я вас крепко-крепко обнимаю. И я вас очень люблю. Спасибо за то, что вы рядом. Потому что спасти жизнь, ребята, это святое. Спасибо, друзья, за вашу человечность, за поддержку, за дружбу. Благослови вас Бог. Ребят, нетрудно капать. Да, нервничаю. Да, переживаю. Да, руки иногда трясутся. Нетрудно капать, ребята. Я воспринимаю это как должное. То есть я не вижу в этом ничего страшного. Страшнее, когда умирают. Страшнее, когда не можешь спасти. Ну, дай Бог, все будет хорошо. Ребят, я... Вы видите, я делаю, что могу. По-настоящему, всем сердцем. Вот что могу, ребята, насколько хватает сил, я это делаю. И я прошу вас только об одном. Помогите нам, ребят. У нас опять нет корма. У нас очень много сейчас потрачено на лекарства. Но никто не виноват, что малыши падают. Пожалуйста, мои хорошие. Я прошу вас. Помогите. Если вы меня хоть немножечко уважаете. Если вам дорога лохматая душа. Ребят, не забывайте про нас. Пожалуйста, ваша помощь для нас бесценна. Я прошу вас. Отзовитесь, мои хорошие. Отзовитесь. Мне сейчас как никогда очень нужна ваша помощь. И не хватает слов, ребята, чтобы закричать. Но вы все видите сами. Отзовитесь, друзья, пожалуйста. Отзовитесь. Сейчас, ребята, еще заварю ромашку. Буду делать клизму. Даст бог, может, вытащу. Что ты, мой хороший? У нас все еще рота продолжается. Так. Ну что? Чего ты? Да-да-да. Спите давайте. Ой, ты, мой хороший. Ничего. Ну что такое? Что? Да что ж-то кровь с тебя так льется, а? Ребята, у двоих, ну просто чудовищно льется кровь. Ни клизмы не помогают. Ни кислоты уже целую бутылку влила. Ни белый уголь. Я нервничаю сильно. Прям льется и все. И там зелат уже уколола несколько раз. Не помогает. Актреатит. Все, что можно было. Прям льется. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон